5 миллиардов гривен. Приблизительно такую сумму потерял бюджет Львова из-за манипуляций с коммунальной собственностью. Подсчитывали активисты гражданских организаций города. А вот чего еще львовяне не досчитались, смотрите в сюжете. В руках правозащитника Анатолия Семенюка номер официального издания львовских депутатов, газета «Ратуша». Зачитывает данные передачи квартиры с городского жилфонда в собственность представителей местных силовых ведомств. С 40 с 61 квартиры перепало прокуратуре Львовской области. Областная милиция отримала 2, суды Львова 6, управление СБУ Львовской области 16 квартир. Это 69 квартир, которые надали черговикам загального списка. Это при том, что в очереди на получение жилья во Львове 20 тысяч человек. В распоряжение подробностей попал любопытный документ, отчет финансовой инспекции города о нецелевом использовании с полкомом средств городской общины. В нем вскрываются многочисленные факты, по сути, подкупа местных силовиков через разнообразные подачки со стороны городских властей, а если точнее, мэра Андрея Садового. Правозащитник Виктор Черномский поясняет, как, например, было организовано снабжение львовской милиции автомобилями. В результате утверждают правозащитники. Милиция лояльна, прокурорские проверки глохнут, дела в судах разваливаются. Хотя в силовые органы львовяне приносят десятки заявлений о нарушениях со стороны гор властей. Суды, милиция и прокуратура такого міського голову, что бы он не вырабатывал, судить и притягивать до ответственности не собираются. Им это невыгодно. Садовому удалось просто купить все правоохранные органы Львова. За рахунок, снова ж таки, львовяне. Здание областной прокуратуры – один из символов специфического выстраивания отношений садового и тех, кто должен за ним следить. Городская казна, вопреки еще указу времен Ющенко и антикоррупционному закону времен Януковича, заплатила полтора миллиона гривен за ремонт здания. Вход украшал витраж стоимостью в 10 тысяч долларов за квадратный метр. Теперь вместо него щиты. Витраж разбили львовяне во время ночи гнева в конце февраля этого года. С такой самопомощью мэра та ночь гнева может оказаться не последней. Андрей Кровец, Константин Григорьев. Подробности. Телеканал Интер.